Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев провел совещание, посвященное задачам развития науки и образования. Подробности в репортаж программы. На совещании обсуждены предложения и актуальные вопросы, озвученные в ходе состоявшейся 24 мая встречи с руководителями высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, академиками, учеными и молодыми исследователями в Национальном университете Узбекистана. На той же встрече глава государства предложил образовать Республиканский совет по науке и технологиям, чтобы создать специальную площадку для обсуждения предложений касательно развития науки и инноваций, что было поддержано учеными. На совещании определены основные задачи данного совета. В частности, даны поручения по кардинальному развитию научной сферы путем формирования государственных программ и централизованного финансирования, организации национальной системы лабораторий по наукоемким отраслям, коммерциализации научных разработок, повышению позиций нашей страны в международных рейтингах. Определены направления работы по развитию высокоэффективных отраслей и научному решению социальных вопросов, а также ответственную за эту работу лица. Отмечена необходимость создания научных школ на базе Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета, формирования нового поколения ученых в области нанотехнологии, материаловедения, физики-полупроводников, биофизики и биохимии, биотехнологии. На упомянутой встрече с учеными участники договорились создать постоянные комиссии по четырем направлениям. В ходе совещания определены задачи указанных комиссий, порядок работы и сферы ответственности их членов. Первая комиссия будет заниматься постоянным анализом деятельности научно-исследовательских учреждений и оказывать практическую помощь в решении их проблем. Задачей второй комиссии является оценка учебного процесса и качества образования в высших учебных заведениях. Третья комиссия займется анализом духовно-просветительской работы и реализацией пяти инициатив в вузах. Созданием условий для возвращения наших соотечественников за рубежом, достигших весомых успехов в сфере высшего образования и науки, чтобы они продолжили свою деятельность на родине, будет заниматься четвертая комиссия. Основная цель этой работы – развивать человеческий капитал в нашей стране. Только одним сырьем и его переработкой далеко не продвинуться. Более того, инновации нужны для создания добавленной стоимости в производстве. Поэтому наука будет важным направлением, точкой опоры нашего развития, сказал Шавкат Мерзиёев. Отмечалась необходимость усиления социальной защиты академиков, профессоров и преподавателей. Создание современных условий для студентов, выявление и стимулирование молодых талантов – будущих ученых. Определены приоритетные направления развития отечественной науки. Поручено внедрить новую систему финансирования научных исследований. Продолжение следует...